Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я, Татьяна Шинжаева, на календаре вторник, 9 августа. Провести оставшееся время каникул с пользой. Школьники могут в Национальном музее. Там каждую неделю проходят тематические мастер-классы. Ребят учат мастерить народные подделки из подручных материалов. На сей раз выбор пал на изделие из лыка. Именно над созданием такой куклы и работали дети 7-9 лет вместе с мастером, научным сотрудником музея Полиной Малининой. Для изготовления коня понадобились два мотка лыка и обычные нитки. Сначала плетут голову, затем появляются шея и передние ноги. Второй моток уходит на создание туловища, задних ног и хвоста. Первый снопик как можно туже скручивают ниткой, оставив свободными два длинных конца. Мне сказали, что если вот это плохо завязать можно, будет нога болтаться. Вот, и я очень сильно завязываю морским узлом, потому что морской узел очень крепкий. В конце я лык убрал вот так ножницами. Я хочу оставить себе ее на память. На народную игрушку не влияет время. Она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей. Кроме того, такие мастер-классы развивают мелкую моторику рук, что позитивно сказывается на творческом мышлении. Конь-обонь – это символ солнца прежде всего. А так как у нас сейчас летняя жаркая пора, мы решили сегодня сделать коня. Почему красной ниткой? Потому что красный цвет, он всегда считался оберегом, защитой. Ну и красный цвет всегда символизировал радость, счастье. Тем более у чувашского народа. Солнечный конь – традиционная славянская кукла. Она делалась из ткани, лыка, травы и чесаного льна. В нашем случае из лыка. Подделки из лыка простые, но интересные. Лыка – это внутренняя сторона коры деревьев, чаще всего липы. Как и многие куклы-обереги, конь делается без глаз, чтобы злые духи не смогли навредить его хозяину. Вместе с детьми этой техники учатся и взрослые. Они говорят, что такие мастер-классы приносят им огромную пользу, поскольку совместные занятия не только сближают, но и помогают лучше понимать своего ребенка. Мы доделываем ножки, чтобы он у нас был устойчивый, не падал. Это залог успеха в изготовлении лошадки, аккуратность выполнения, четкие, ровные и тугие узелки. Здесь мы каждый день занимаемся. То есть у нас тоже свои подделки, мастер-классы. А сегодня особенно интересно тем, что дети своими руками делают игрушку себе. Я очень рада и благодарна сотрудникам музея за организованный мастер-класс. Организаторы говорят, что такие занятия расширяют кругозор детей. На них они узнают о самом главном, о красоте и многообразии этого мира, его истории, учатся фантазировать и понимать природу. В Чебоксарах идет активная подготовка ко дню города. В 2016 году эта дата выпадает на воскресенье, 21 августа. Но гулять город начнет уже в субботу. Впервые в сквере Чапаева 20 августа пройдет масштабный праздник. Чапай приглашает на чай. Там развернется мини-штаб, где будут проходить турниры по настольным играм, детские конкурсы, экскурсии по музею, медовая ярмарка. Добраться до сквера можно будет на экскурсионном троллейбусе. Также в субботу на Красной площади пройдет флэш-моб «Танцующий город» и молодежный опен-эйр «Чебоксары. Город активных». Яркое шоу под музыку популярных диджеев, светодиодного перформанса и пиротехнических эффектов. В День города на Красной площади впервые пройдет открытый чемпионат города по кроссфиту и всероссийский конкурс красоты «Мисс Туризм России-2016». Финалом праздника станут театрализованное представление, концерт Олега Газманова и фейерверк. На сегодня у меня все. Всем удачного нового дня! Субтитры создавал DimaTorzok